Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю Господу! Приветствую всех, братья и сестры, именем Господнем, всех, кто сейчас подключился, подключается, да, вот вижу на мониторе здесь, да, есть уже, слава Богу! Так что, добрый вечер всем, благоставляю всех вас во имя Господне, приветствую всех, слава Богу! Сейчас я вот здесь настраиваю, так, вот так вот, да, о, слава Богу! Да, слава Иисусу Христу, слава нашему Спасителю! Видео, это, эту трансляцию сегодняшнюю я назвал «Почему нельзя молиться ангелам и умершим святым только о Богу?» Вот, почему только к Богу молимся, почему только к Богу христианам надо молиться? Вот, также вопросов много приходило в эти дни, как раз именно от разных очень верующих, разных конфессий, разных церквей. Вот, дело в том, что сегодня такой у нас день специфический. Дело в том, что сегодняшним днем, ну, уже вечер, правда, день уже заканчивается, и уже даже по православной традиции уже закончился этот день. Потому что в православной традиции день начинается, богослужебный, я имею в виду, день церковный православный, начинается с вечера. С вечера до вечера. Значит, и, знаете, конечно, это очень так вот немного странно для, значит, многих очень верующих, неверующих, там, людей, для верующих других конфессий. А почему вот у нас в православных вот так принято? Знаете ли, это принято еще с незапамятных времен, это принято еще с самого, ну, как, самого начала, можно так выразиться, самого начала православной традиции, когда православие только еще зачиналось, еще только зарождалось, вот так вот, с того самого времени еще, с незапамятных времен, что называется. Ну, памятных, но так можно выразиться незапамятных. Вот так я поставлю, здесь вот хлеб, вот, и вот, вот виноградные лозы, да, вот, хлеб, вино, причастие, Евхаристия. Слава Богу! Да, приветствую всех, как говорится, паки и паки, снова и снова, приветствую всех подключающихся сейчас к этой трансляции. Эта трансляция, я, наверное, разобью ее на две части, ну, посмотрим, как там уже получится по времени. Дело в том, что эта трансляция, она посвящена, посвящается, значит, очень такой теме, специфической теме, которую, в общем-то, я, как православный священнослужитель, часто поднимаю, как реформатор. Вот сейчас я здесь поставил камеру, еще я снимаю на камеру еще, вот, есть трансляция идет, а чуть выше будет камера стоять еще. Вот, и, дамы и господа, братья и сестры, вот, 21-е на календаре у нас, да, ноября 2017 год, значит, и тема, которую я поднял сегодня, сегодня поднимаю сегодня, это «Почему нельзя молиться ангелам и умершим святым, а только к Богу?» Вот такой, как бы, тема, вопрос. Вот, сегодняшним днем в традиции, уже древней традиции, к сожалению, множество очень, да, православных христиан молятся к Михаилу Архангелу и прочим небесным силам бесплодным. То есть, к ангелам, к ангелам, архангелам и всем небесным этим существам. Вот, и, а также, ну, конечно же, я тут же упоминаю, почему нельзя молиться еще умершим святым. Не только ангелам, но еще и умершим святым. Вот, хотя, сам день этот Михаила Архангела, да, и всех ангельских этих сил, во времена первого еще Вселенского собора, то есть, даже еще, ну, накануне первого Вселенского собора, уже эту тему уже подняли на Ладикийском, по-моему, соборе, как раз, в Ладикие, да, и постановили, Ладикийцы, да, по-моему, Ладикийцы, значит, одним словом, был собор по-местной, накануне Вселенского собора 325 года, за пару лет, может быть, даже всего-то, значит, который постановил как раз именно, вот именно, праздновать праздник в христианстве, да, в честь Михаила Архангела и всех небесных сил бесплотных, то есть, в честь всех ангелов. Конечно, люди и ангелы, ангелы и люди. Знаете ли, эта тема такая, очень такая, огромная, тема и богословских исследований, библейских исследований, темы исторических исследований, это вопрос такой, и сегодня, скажу так, куча разных есть мнений, множество разных мнений, разных ответов на эту тему. Я, как вот православный евангелист, реформатор, я обращаюсь к Слову Божьему, к Слову Бога самого, потому что слова людей, они часто меняются. Знаете ли, сегодня люди говорят одно, завтра другое, да и тем более, даже если люди повторяют одно и то же, из поколения в поколение, нет гарантии, что это не является заблуждением каким-то. Очень часто люди заблуждаются, людям свойственно заблуждаться вообще. Значит, и поэтому, чтобы нам не заблудиться, не дай Боже, нам необходимо на самом деле обратиться к Слову самого Создателя, к Слову самого Господа. Знаете ли, этот год вообще, весь 2017 год, он посвящен воспоминанию чуда реформации. Ну не то, что воспоминания, нет, не так я сказал, неправильно сказал. Не просто даже воспоминания, а действительно этой великой дате, потому что пять столетий тому назад завершилась эпоха великой деформации, деградации христианства, началась эпоха великой реформации, то есть восстановления, покаяния, исправления. Брат Николай, приветствую вас тоже, слава Богу. Рад вас видеть тоже среди зрителей, значит, и слушателей прямого эфира. Слава Богу, да, есть уже, так, более-менее постоянные, так, братья, сестры, вот в этом эфире, слава Богу. Так, кстати, айди телефон, а вот мой телефон. Значит, номер прямого эфира я указывал уже, значит, этот номер Киевстар, значит, которым сейчас пользуюсь вот как раз, вот, и в прямых этих эфирах, этот номер, также я использую его, как и вот, своего рода банковскую карточку, то есть, с любой, с любого населенного пункта Украины, можно положить деньги на Киевстар этот номер, и это будут те гривны, те деньги, которые, значит, именно на дело Божье, реформации будут направлены. То есть, если вы хотите поддерживать мое служение Господу, то, значит, молитвенно, молитесь, но если есть возможность еще и материально помогать служению этому, то, значит, вот есть теперь такая возможность, значит, через Киевстар. Значит, напоминаю этот номер, я его во всех этих вот трансляциях, так, стараюсь напоминать, диктовать. Это 096 96, еще раз, 2 66 75. Повторяю, 096 96 2 66 75. Это номер Киевстар, да, как могу я вас забыть, пишет брат, такой Николай, мою проповедь, первую хотел я сказать, и потом я понял, что вы мне близок по духу. Да, ну слава Богу, слава Богу. Да, значит, дело в том, что, да, значит, движемся в одном духе, Дух Христов, Дух Святой, слава Богу. Так, дамы и господа, так, и еще тоже объявление такое, что, значит, если вы пишете, да, прислать смс-сообщение, я получаю смс-сообщение, допустим, о молитвах, и соглашаюсь с удовольствием, огромно молюсь, и соглашаюсь в молитве за, допустим, некоторых братьев, сестер, кто пишет смс-сообщение с разными там нужными молитвенными, тоже можете писать смс-сообщение. А если вы из-за пределов Украины пишете сообщение, то не забудьте набрать вначале на телефоне вашем плюс 3,8, это код Украины, а дальше 0 набираете, 96, еще раз 96, потом 2, 6, 6, 75. Вот так вот, дамы и господа. Видео называется это, эта трансляция называется «Почему нельзя молиться ангелам и умершим святым, а только Богу?» «Молиться, почему только лишь мы молимся Господу Богу?» Почему? Я ответ даю очень простой, с самого начала. Потому что, как говорится, потому что, потому что сам Бог повелел это. Он повелел молиться, то есть молитва – это слово такое немного затасканное, конечно, не то, что даже немного, а много затасканное. Да, значит, слава Богу, здесь брат пишет у него долги, да, молимся Господь, чтобы всякое-то проклятие долгов ушло во имя Иисуса Христа. Только Бог вездесущ, аминь, аминь, да. Только Бог вездесущ, пишет сестра Юлия. Да, это так и на самом деле, так и есть. Вот, те христиане, что молятся, значит, православные, католики, протестанты некоторые, те, кто молится к умершим святым, допустим, молятся к ангелам, такие люди, они, хочешь не хочешь, но наделяют этих умерших и этих ангелов божескими свойствами, всеведение, всеприсутствие, вездесущее такого, да. Это на самом деле так. Я лично так и поступал когда-то в моем прежнем христианстве, в моей прежней жизни христианской, в служении моем прежнем христианском, я так и поступал, в общем-то. Увы, увы, увы. К сожалению, да, прошло уже много лет, но мне до сих пор стыдно бывает на себе вспомнить о том, как я молился к разного рода посредникам к Богу, разного рода ходатайям к Богу, к разного рода умершим святым и молился к ангелам. И, конечно, в моем тогда представлении, я ведь молился им на всяком месте, молился и в храме, молился и в другом храме, молился и на улице, молился дома, обращался и к святым, и к ангелам. То есть по умолчанию, поэтому в моем разуме было такое, что они, эти ангелы, эти святые, они везде сущие, будем договорить. То есть они все слышат, все видят, все знают. Но нам объясняли это довольно просто, на пальцах так, если объяснить это все, перевести, как бы, да, значит, нам объясняли еще в 80-е годы, когда в семинарии, да, еще в советское время, но вот, как бы, религиозная пропаганда такая, семинарская такая была у нас, что вот раз эти святые и эти ангелы, они близко к Богу, да, значит, они возле Господа, значит, то тогда они, как бы, от Него, от Бога имеют вот это вот все видение, все знания, как бы, да. Вот, и, значит, и только непонятно тогда, зачем, как бы, значит, ведь можно к Господу молиться, можно к Богу непосредственно обращаться, чем искать вот таких ходатаев. Вот, честно говоря, мне тоже было много непонятного, и вот 30 лет назад, когда я начал свое церковное служение, священническое служение, священное служение, священнослужение и церковное служение, как священник я с 91-го года, а с 88-го я, значит, начал служение как церковнослужитель, как чтец, это первая степень священства, значит, и подиакон, чтец, и подиакон, алтарник, Хором руководил. В общем-то, прошел эти степени тогда я, в конце 80-х. И знаете что? Вот как раз 30 лет назад, получается, да, значит, где-то 87-й год как раз был. Я, значит, тогда помогал священнику, одному из священников Орловской епархии. Я помогал в служении. Ну, я иногда на клиросе читал, пел, ну, и как художник помогал. То есть, ну, это больше было, думаю, как, ну, для души, знаете, хобби. Вот, и, конечно, ну, особенно вечернее собрание, вечернее служение наше в Никольском храме. Это село Лепешкино, Никольский храм, значит, Орловско-Брянская тогда епархия. Сейчас она называется Орловско-Ливинская. И вот, значит, конечно, я, значит, помогал священнику. И во время вечернего служения на всеношной, то, знаете ли, там особо никого не было в храме, а порой вообще никого не было. Вот. Я, батюшка, и там еще одна бабушка, которая закрывала, открывала, вот, при храме была в сторожке, значит. Вот как бы вот и весь приход наш вечерний, знаете ли. Вот. И, ну, мне нравилось приходить вечером туда на служение. Сейчас там дорога уже, есть асфальт, все. Тогда ничего не было, грязи по колено, значит, там, или, значит, там, или снегу по пояс, значит. То есть, такое было время. Столько негатива и агрессии, когда говоришь, что молишься только к Богу. Как ты можешь отрицать, отринуть Богородицу? А, да, сестра Юлия, да, вот, к сожалению, агрессии много, да. Я понимаю, знаете ли, большей частью источником агрессии является как раз, ну, вернее, как бы, объяснением агрессии, точнее, является невозрожденность сердца на теле. Чаще всего, как раз именно и объясняется этим, что человек невозрожден. Да, вот как раз пришло сообщение. 50 гривен кто-то, да, положил уже. Вот, слава Богу. Да, на этот номер. Да, напоминаю номер, как раз вот, по которому вы можете участвовать как раз финансово, также в моем служении Господу. Это вот 096-96-2-66-75. Слава Богу. Да, значит, от своих же агрессии. А, ну, да. Особенно самое больное, наверное, это когда домашние, близкие люди, знаете ли, родные или же коллеги на работе, то есть, ну, товарищи, друзья. Так, Николай пишет. Здесь разоблачение религиозного оккультизма о соборе 451-го года. Показал это видео другу, мощное видео. Да, это на самом деле такое мощное видео, мощная тема. Вообще, знаете ли, друзья, тема огромна, конечно. Я этот эфир посвятил как раз непосредственно вот этой теме. Но более подробно я, конечно, раскрываю это все на уроках по истории христианства, в семинарах своих. И здесь, в Киеве, в нашей Киевской архиепископии я проводил уже многократные подобные семинары. Очень разные люди приходили, верующие, неверующие, знаете ли. Вот, и я так понимаю, тема эта никого не оставляет равнодушным. Многие очень люди вопросы задают, многие очень интересуются. Сегодня, слава богу, век информатики. Вот, можно даже не приходить так вот на семинар лично, как бы, да. Вот просто включил, пожалуйста, записи, посмотрел. Или даже вот такие эфиры, допустим. И вот я о себе расскажу опять, продолжу, да, хорошо? Продолжу вот это свидетельство свое. Дело в том, что 30 лет назад, чуть больше 30 лет назад, когда в православии я делал еще такие, ну, был процесс мой воцерковления, будем так говорить. То есть, вхождение в церковь. Значит, и, значит, я помогал священнику тогда, отцу Иоанну Квитовичу, значит, это, в село Лепешкино, Орловской епархии, Орловско-Брянской тогдашней епархии. Знаете, я вначале в самом Орле, конечно, приходил. Мне проще было, я в городе жил, значит, с родителями, да. Вот, значит, да. И, значит, и... Вот, значит, и тогда, значит, знаете, да, спасибо, спасибо, брат, спасибо, Николай. Вот, и, значит, и вначале в городские храмы приходил, и мне было проще там быть, конечно, но, как бы, все-таки, горожанин в городе, как бы, там проще гораздо. Знаете ли, но, к сожалению, вот, ну, не та атмосфера совершенно была. Я пробовал общаться со священниками, но, знаете ли, из этого мало что получалось, честно говоря. Пообщаться не получалось так толком. А, значит, а из общения я просто видел, к сожалению, что совершенно другие интересы у городского духовенства были тогда, да, к сожалению, в конце 80-х очень такой моральный упадок духовенства просто был невероятный. И, значит, ну, об аморальности священников, думаю, это притча во языцах, значит, думаю, не надо повторять эти все гадости, ну, я лишь просто скажу, что люди, я так сейчас уже понимаю, спустя годы эти, спустя эти, уже больше 30 лет прошло, я понимаю, что люди просто были невозрожденные свыше. Вот, порочные, лукавые люди, называющие себя священниками, да. Вот, у кого-то подрясный, подрясый был КГБшный погон, как вот пел Тальков, да, или кто там. У кого-то подрясы, там, бутылка водки, блуд, то есть, вот, к сожалению, вот такое было у нас. Значит, и, но, общаясь с бабушками, вот, слушая бабушек, там, прихожанок, я услышал, что вот в селе, там, Лепешкино, значит, за городом, там есть один старый священник, вот он верующий, отец Иоанн такой, старец. Мне так интересно стало, я нашел этот храм, я пришел туда, я был в этом храме на служении, мне очень понравилось, вот, и к отцу Иоанну я стал ходить. В общем-то, 30 лет назад я начал свое служение именно у него, собственно, у отца Иоанна Квятовича, старца, духовника епархии, я не знаю, он был де-юре духовником тогда, или де-факто, но де-факто точно был, фактически он был духовником епархии. Вот, и я вопросы задавал, отцу Иоанну задавал вопросы, говорю, так, и так, говорю, батюшка дорогой, ну, отец Иоанн, говорю, вот, мне непонятно было, почему вот мы молимся кому-то еще в храме, почему-то надо молиться в храме, и вообще, не только в храме, а отец Иоанн наставлял еще, что и даже в домашней молитве мы должны молиться к ангелам, вот, молиться к умершим святым разным, вот, как посредником к Богу. Ой, честно говоря, для меня это было очень-очень все непонятно, и моя душа противилась просто этому, честно говоря, моя душа вообще восставала против этого тогда, тогда. Я подходил к священнику, к этому концу Иоанну, я говорил ему, я говорю, батюшка, отец Иоанн, говорю, вот, я, вот, говорю, читаю Библию, да, вот, рассуждаю, я так рассуждаю из Библии, что надо молиться только лишь к Богу. Ну, я в то время, я молился только лишь к Богу, мне казалось очень стыдным даже, даже в храме, когда молились там разным святым, я молчал поначалу, я не мог, мне было так тяжело, думаю, ну, как-то стыдно даже пред Богом, пред Его лицом, и кого-то еще просить на стороне, как бы, значит, мне это было так, казалось, так, таким стыдным, таким делом, вот, и недаром в Библии многобожие, вот это, да, когда человек молится разного рода посредникам, разного рода богам, значит, посредникам к богам, значит, к Богу, значит, вот, то, значит, это многобожие сравнивается, эта сама система сравнивается в Библии с супружеской неверностью. И наоборот, именно молитва к Богу, именно когда человек только лишь к Богу обращается, только лишь к Господу стремится душа, когда только, когда обращается к Богу лишь человек, то это сравнивается с супружеской такой, как раз, именно верностью, сравнивается с супружеской жизнью, с интимной жизнью такой супружеской. Наверное, самый шедевр как раз, ну, об этом у пророков написано, у многих, но, и у больших, и у малых, но настоящим шедевром в этом является книга Ширга Ширин, «Песни песней», мы ее называем, то есть «Песни всех песней». Любим петь, да? Любите петь? А вот есть «Песня всех песней», всех-всех-всех-всех, вот есть, как бы, «Самая главная песня», можно так еще книгу-то назвать, «Самая» или «Песнища», или нет, так не говорят, нет такого выражения, «Самая главная песня», «Песни всех песней», «Самая на земле», «Самая наиважнейшая песня», «Самая главная песня», вот, и это «Песня любви», «Это песня любви», ой, мне очень нравится, мы в церкви у себя тоже иногда поем эту песню, я всех слов опять не помню, к сожалению, надо будет записать себе эти слова, но там я вот всегда напеваю вот этот куплет. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный, знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, господин и царь над всей вселенной, господин и царь над всей вселенной, в сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный, знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, господин и царь над всей вселенной, господин и царь над всей вселенной, только, только ты один для меня и нет другого, только, только ты один, и я тебе, господь, принадлежу. Да, слава Богу! Вот сестра пишет Юлия, что такое ощущение, что православие сегодня затмило христианство, некоторые очень верят, что Мария выше Иисуса, она же мать Его. Как вы думаете, двое мужей из Откровения, которые должны прийти, кто это? Илья и Нох или Илья и Моисей? Да, слава Богу! Вы знаете, я вот в предыдущих видео как раз тоже говорил, и у себя в церкви это часто тоже повторяю, что беда в том, что очень многие люди, православные, протестанты, католики, так еще и не стали христианами. Знаете ли, хотя мы это подразумеваем как само собой разумеющееся, как естественно нечто, но на самом деле это не так. Я подчеркиваю такую мысль, что именно православными мы становимся от православной церкви, католиками от католической церкви, протестантами от протестантской церкви, но христианами мы не можем по совести, мы не можем стать ни от православной, ни от католической, ни от протестантской церкви, ни от какой. Христианами мы можем стать от Иисуса Христа. Слава Богу, да, брат Николай спрашивает, можно ли в записи посмотреть? Конечно, да. Сразу после вот этого эфира, каждое видео, оно сохраняется. Поэтому оно все, и это видео будет, значит, и я дублирую на всякий случай на видеокамеру, поэтому, значит, даже если что-то и не получится, допустим, с этой записью, мало ли, ну, всяко бывает технически, то, значит, на камеру есть запись. И вот я буквально перед эфиром как раз сегодня загрузил много видео, если обратили внимание, на этом канале, на котором вы сейчас находитесь, на этом канале, значит, много видео, там больше пяти тысяч разных видео, старых, новых, за все эти годы накопилось. Вот, и если посмотрите на вот недавно добавленное видео, то вы увидите, что вот в течение вот этих часов последних, вот этого времени, сегодняшнего дня, брат Анатолий, тоже мир вам, я загрузил как раз тоже и видео с прямого эфира, прямых эфиров, видео богослужения нашего, вот, воскресного, прошлого, прошедшего воскресенья, 19 числа ноября, вот, вчерашний эфир тоже, тоже загрузил уже, значит, мы были вчера вместе с отцом Алексеем, кстати, от него вам всем огромный привет, да, от отца Алексея огромный привет всем, значит, он сегодня снова на смене, он на сутках, он не может быть сегодня здесь со мной в студии, но, даст Бог, завтра уже вечером он будет здесь со мной и будет в эфире, поэтому завтра в 17.00 по киевскому времени, в 18.00 по московскому, подключайтесь вновь, потому что это будет у нас 22 число уже, да, 22, точно, 22 ноября, и эфир будет завтрашний посвящен, даст Бог, 95-летию молитвы и вот начало молитвенного такого общения, да, молитвенного общения христиан, значит, православных и евангельских верующих протестантов вместе стали молиться 95 лет назад впервые, как раз 22, это было ноября 1922 года, да, брат Анатолий и тем, кто сейчас подключается, я вижу, значит, новые люди подключаются как раз, то, значит, все видео, они сохраняются, поэтому вы не волнуйтесь, если вы пропустили, тем более, что многие только к концу успевают подключаться, потому что, значит, пока с работы приедут, с рабочего дня, допустим, завершение рабочего дня, вот, значит, но будем стараться делать прямые трансляции попозже, вот, брат вот наш, вот, Сергей, Сергей, Иисус, конечно, выше Марии, Марию почитать, но поклоняться ей грех, да, брат Анатолий, да, слава Богу, да, значит, по поводу Марии, по поводу других умерших святых, то, конечно, молиться к ним, это грех, это, это, имя этому греху многобожие, по сути, можно назвать одним словом этот грех многобожие, пусть это даже страшно звучит так вот, но, что правда, то правда, правда, порой глаза колят, значит, но так оно и есть, вот, и выход лишь один, покаяться, покаяться и освободиться от этой ереси, обратиться к Богу Святому, да, слава Богу, друзья, вот, значит, благоставляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа, благоставляю, вот, и, значит, и брат Николай пишет, что покаялся, слава Богу, да, значит, вы знаете, действительно, как сказать, я тоже в этом покаялся, в 96-м году я вышел, когда из традиционного православия, то, ну, одна из таких тем, как бы насущных для меня, одна из тем, которая меня вытолкнула буквально из православия традиционного, это, вот, именно, как раз, тема многобожия, вот, но я начал с того рассказывать, да, что начал свидетельствовать о своем служении, о начале служения своего, в 88-й год, да, 30 лет тому назад начал свое церковное служение, священнослужение в православной церкви, чтецом, и по диаконам, алтарникам, значит, хором руководил, вот, как бы, мои степени были такие. В 91-м году, после диаконского служения, был руководил в священники, как иерей, и, вот, начиная с 91-го года, особенно, я погрузился в эту систему многобожию, я молился к ангелам, молился к умершим святым, и вот, кстати, вот, Михайлов день, сегодня же Михайлов день, я начал сегодня об этом говорить, как раз. Вот, и святых ангелов божьих, почитание, знаете ли, оно, ну, тоже скажу, палка о двух концах. С одной стороны, у Бога есть множество ангелов, это факт, и в Слове Божьем, к примеру, мы читаем о явлениях ангелов, это факт, и ангелы Божьи, это посланники Всевышнего, действительно, это факт, но ангелы никогда не могут быть, это не их функции, быть посредниками к Богу, между Богом и человеками. Нет, как вестники Божьи, да, правильно, брат Анатолий как раз сделал такое замечание, ангелы служебной духи, да, как раз именно Новый Завет раскрывает нам эту тему, что ангелы служебной духи, вот, но они не могут быть посредниками, молитвенниками между Богом и человеками, это, это ересь. И я Бога благодарю, Бога благодарю, что в 96-м году я вышел из этой ереси, покаялся, и, в общем-то, на сегодняшний день я действительно стараюсь, очень стараюсь, через проповедь Слова Божьего, через свидетельства свои, через семинары, лекции, отвращать людей от всякого рода заблуждений, ереси, и обращать людей к спасению, к Иисусу Христу, аминь. Вот как раз брат Анатолий пишет, как раз, спасение дает Иисус Христос, только Он, аминь. Аминь, аминь, аминь. И вспомним еще, братья, такое слово, Павел пишет к Тимофею, первое послание к Тимофею, 2-5, помните, 2-я глава, 5-й стих, первое послание к Тимофею, написано, ибо един Бог и един посредник, между Богом и человеками, кто? Человек Христос Иисус, написано, предавший себя для искупления всех, аминь. Напоминаю, это 1-я Тимофею, 2-я глава, 5-й стих, и начало 6-го стиха. То есть, один есть ходатый, посредник Нового Завета. Согласно Библии Нового Завета, лишь один есть первосвященник у нас, это Иисус Христос. Один ходатый, это Иисус Христос, посредник, первосвященник великий, который однажды и навсегда приобрел нам искупление вечное, своей драгоценной кровью. Аминь. Вот, и, конечно, знаете ли, мне искренне жаль тех христиан, что заблудились в сетях, запутались в этих обольстительных сетях многобожия, идолопоклонства, всякого рода мракобесия. Кстати, здесь, в Киеве, один из самых красивейших соборов и монастырей, он так и называется, Михайловский, Золотоверхий монастырь. Конечно, красивый, конечно, красавец собор, красавец монастырь. Ну, шедевр просто, шедевр. Я очень люблю это место, очень люблю, сегодня не был я в центре, но, может, завтра, если погода будет хорошая, там хочу пройтись, прогуляться тоже и по монастырю, возле монастыря. Я очень люблю там прогуливаться, вот, до Софии прогуливаться, вот, по Софии, вот, территории по комплексу этому. Мне очень нравится там молиться, вот, место такое, знаете ли, вот, историческое такое, святое, намоленное, как вот говорят, знаете ли, но я каждый раз, людям рассказывая об этих вещах, я говорю, что, знаете ли, на всяком месте молимся Господу, поклоняемся Богу, и один посредник лишь, сам Иисус Христос, аминь. Так, а вот, еще пришла смс-ка с вопросом тоже. Может, не в тему написано, не делай никакого изображения, а у вас висит икона Иисуса. Да, спасибо за замечание. Значит, да, у меня еле-еле интернет, да, тянет плохо. Дело в том, что по поводу идолопоклонства, это тоже моя тема. Я тоже рассказываю по поводу, вот, иконопочитания, почитания крестов, мощей и прочей мерзости, которые совершаются, вот, в христианстве, современном также, к сожалению. Я это все рассказываю тоже. Но, значит, по поводу, и многобожий, по поводу идолопоклонства, то есть и первой, и второй заповеди, у меня есть семинары как раз на эту тему. Вот, и, значит, сами изображения, иметь изображение, это не есть нарушение второй заповеди об идолопоклонстве. Ключевым во второй заповеди является не делай, а не поклоняйся и не служи им. Почему такой вывод делают христианские и еврейские учителя, и делали, ну, иудаизма, и вот, и христианские учителя? И я с этим согласен совершенно. Потому что из «не делай» есть исключение. То есть, и как бы это, значит, ну, не является аксиомой «не делай». Да, значит, но из «не поклоняйся и не служи» нет исключений совершенно. Да, значит, по поводу вопроса брата Николая, были в Питере. Я, в смысле, был в Питере? Если касается меня, то я Питер очень люблю. Ленинград был моим любимым городом в детстве, в юности, вот, как художника. И в Петербурге я каждый год проповедую неоднократно. То есть, я в Питере, в Петербурге я проповедую каждый год, ну, 3-4 раза точно. Приезжаю туда, и вот в этом году я проповедовал, ну, 3 раза, значит, весной, ну, ранее еще весной, еще почти зима была, значит, потом весной уже и летом. Вот, значит, и сейчас, даст Бог, уже зимой тоже вновь побываю в Питере, буду служить. Петербург – это колыбель, как раз именно, значит, вот, обновленческого движения. Вот, брат Анатолий пишет, что поклонялись еще и золотому тельцу, это тоже идол. Да, дело в том, что поклонение и служение, согласно Библии, достойное, я имею в виду, законное, правильное. Оно принадлежит только лишь Господу Богу. Значит, когда человек поклоняется и служит чему-то еще, помимо Господа, то он нарушает тем самым вторую заповедь, которая говорит явно, не просто не делай, а не поклоняйся и не служи им. Вот, это нарушение второй заповеди. Вот, и заповеди Божьи – это действительно то, что сам Бог дал, и, знаете ли, это Конституция. Вот, в Новом Завете говорится, что Бог нас освободил от закона, значит, и, но имеется в виду, от законничества. Но сами заповеди, они актуальны на все времена, абсолютно на все времена. То есть, даже сегодня, век благодати, казалось бы, да, но если человек будет, допустим, целовать иконы, там, значит, свечки ставить перед иконами, значит, поклоняться, там, к крестам, целовать крест, будет носить крест или икону, и думая, что это его защищает, спасает, оберегает, то, конечно, даже в эту эру благодати он будет, ну, просто-напросто под проклятием. Вот, значит, беззаконие – это очень страшно, конечно. Вот, да, слава Богу, да. Вот, и благоставляю всех вас, дорогие друзья, братья, сестры. Продолжаем тему. Сегодня я говорю на тему «Почему нельзя молиться ангелам и умершим святым, а только лишь к Богу?» Почему? Вот на этом служении, воскресном прошедшем, вот, 19-го числа, да, значит, позавчера, то читались некоторые места Писания у нас в церкви. Вы можете посмотреть записи уже, я сегодня выставил записи воскресного служения, поэтому здесь же на канале можете посмотреть. Так вот, и я зачитывал несколько мест Писания из Евангелия от Иоанна, с 9-й главы, потом с 10-й главы и немного из 11-й главы, как раз вспоминал эти места Писания. Так вот, согласно Евангелии от Иоанна и вообще Евангелиям, Новому Завету, есть дверь открытая в духовный мир, будем так говорить, это сам Иисус Христос. Вот, но перелазивающий инуди, перелазивающий, как бы, идущий другим путем, это путь вора и разбойника. То есть, человек, который пытается в духовный мир войти, помимо Иисуса Христа, законной двери, открытой, самим Богом двери открытой, то такой человек находится в положении вора и разбойника. Знаете ли, если, ну, даже было бы странно, представьте, вот, если, вот, допустим, ну, не знаю, здание, да, здание, и у него там дверь, дверь открытая, настежь открытая. А некоторые граждане пытаются не через дверь пройти, открытую, настежь, нараспашку, а пытаются, знаете ли, через окна пролезть в это же самое здание. Вот, но это ненормальное положение, да, совершенно верно. Да, это ненормальное ситуацию, вот, значит, потому что в духовный мир, действительно, знаете ли, дверь открытая, это дверь сам Иисус Христос. Вот, а пытаться влезть помимо Иисуса Христа, это чревато, чревато, да, печальными последствиями, конечно. Да, друзья, вот сейчас я, вот как раз брат Анатолий здесь написал, Иисус Христос, путь истины и жизнь. Да. Вот, сейчас я тоже здесь отмечу здесь, вот, так. Так, вот. Так, от нашей Киевской архипископии. Канал еще есть у нас теперь именно Киевской архипископии, поэтому, братья и сестры, спасибо, кто подписался на этот мой канал, вот, но еще адресую вас, подписывайтесь на канал Киевской архипископии. Значит, вообще планируем здесь, в нашей Киевской архипископии проводить семинары, семинары по истории христианства. Семинары, ну, я проводил уже семинары, неоднократно, на протяжении этих вот 20 лет уже много семинаров проводил, но сейчас, вот, спустя вот эти 20 лет уже реформаторского моего служения, евангельского такого православного служения, я хочу многое подытожить, хочу очень многое, значит, действительно, знаете ли, суммировать, как бы, значит, и сделать какие-то выводы. Вот, сам этот семинар новый я планирую тоже через интернет запускать, вот, вот так вот, также онлайн уроки, вот, дай Боже, сейчас я попробую здесь, так, отключиться, да, вот так вот, друзья. Вот, и сборник статей тоже буду издавать, как раз сборник статей, посвященный как раз именно, значит, этой тематике, истории христианства. И там, на семинарах этих вот, и в сборнике статей, как раз я подробно рассказываю тоже о том, почему не надо, нельзя молиться кому-то еще помимо Господа. Знаете ли, вот еще вместо Писания хочу напомнить вам, ну, слова самого Иисуса Христа. Я упоминал слова Павловы, да, слова апостола Павла, значит, к Тимофею. Первое Тимофею 2.5, там написано, ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, написано. Вот, вот, и слова Иисуса Христа. Значит, я есть путь, он сказал, истина и жизнь. Это Евангелие от Иоанна, 14-й раздел, 14-й глава, 6-й стих. Я есть путь, истина и жизнь. И он подчеркивает дальше, что, говорит, никто не приходит к Отцу, как только лишь через Меня, то есть через Иисуса Христа. Вот, вот такое местописание. Ну, и вообще, весь Новый Завет, так или иначе, все послания, все Евангелия, весь Новый Завет нам раскрывает тайну того, что один есть ходатай, один есть первосвященник, ходатай Нового Завета, это сам Иисус Христос. Аминь. 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 Вот, и что еще скажу. Наверное, ну, исторически, да, исторически в семинарах я более подробно рассказываю, конечно, вот, как имена, значит, Многобожия приходила в жизнь Церкви. Но, если вкратце, так вот, тоже сегодня в этом видео, да, все-таки надо как-то это упомянуть, безусловно. Ведь в Библии нам Новый Завет, в частности, да, ничего не говорит о, там, молитве, там, к ангелам, к умершим святым, вот, абсолютно нет. В Библии говорится лишь о молитве к Богу, достойной молитве. Наше молитвенное общение должно быть только лишь с Богом. И Новый Завет раскрывает нам, что лишь Иисус Христос является, вот, ходатаем Нового Завета. Первосвященником, посредником между всем человечеством и святым Богом, создателем нашим. Слава Богу! Но как же так получилось исторически, что, вот, именно, действительно, люди стали со временем молиться, кроме Господа, кому-то еще на стороне? Да, такая непростая тема, потому что первых 300 лет, вот, действительно, христианство, когда, вот, чаще всего, наши братья и сестры старшие были гонимы, церковь была гонима в то время чаще всего, вот, и время мучеников и апологетов мы называем первых 300 лет раннее христианство, римский период мы еще называем. Так вот, в то время церковь молилась только лишь Господу, молились только лишь Богу, вот, и, как бы, это было обычным, нормальным. Потом наступило время свободы, после гонений, таких жесточайших гонений Диоклетианова, в частности, наступило время Константина и Ликиния, самое начало 4-го столетия. Была объявлена свобода, знаменитый Миланский Эдикт, если вы помните из истории христианства. 313 год нашей эры, была объявлена свобода христианам, и христианство стало, шагнуло сразу из религии гонимой в религию государственную, будем так говорить. Да, на протяжении, там, нескольких лет началась регистрация церквей, выход из подполья, вот, туда-сюда. Но интересно, да. Пишет брат, значит, Анатолий, молитва за умерших не является ли колдовством, ведь это же сатанизм, пишет он. Не, ну, дело в том, что тема немного другая. Молитва умершим. Хотя, молитва за умерших и молитва умершим, в принципе, здесь граница такая, очень такая, зябкая. То есть, как бы, в принципе, как вот говорят, хрены редки не слаще. И то, и другое действительно является ересью, но молитва за умерших, именно за покой, да, это действительно религиозный оккультизм. Я об этом рассказываю в семинарах, которые называю обычно я «Свобода от религиозного оккультизма». Можете на Ютубе также набрать «Свобода от оккультизма» или «Свобода от религиозного оккультизма» Сергея Журулев. И попадаете как раз на мои семинары. Кстати, вот у меня здесь вот буквально передо мной сейчас вот семинары, как раз с Ютуба вижу я, значит, которые я проводил на севере. Проводил в Иркуте. Значит, Воркута, это, в общем-то, место такое, я там бывал неоднократно уже. Проводил семинары, проповедовал, значит, и в тундре, в чумах был в гостях, вот, и Валентин Миронюк, пастор, мой друг давнешний уже, вот, у него бывал я неоднократно. И в других церквях бывал, в разных церквях города Воркуты и вот того Заполярья. Это вечная мерзлота Заполярья. И вот как раз вот здесь есть видео у меня, ну, на этом же канале. Можете посмотреть на этом же канале Воркута, семинар Сергея Журулев или Собода от оккультизма Воркута Сергея Журулев. И попадаете как раз на вот эти записи. Там я больше об этом рассказываю как раз. Рассказываю о проблеме религиозного оккультизма, колдовства и о путях выхода из этих проблем. Самый верный путь, наивернейший путь, он обозначен самим Иисусом Христом. Он сам, во-первых, есть этот путь освобождения от всякого религиозного мракобесия, от религиозного оккультизма. И его слова хочу привести вам тоже. Я их часто в этих семинарах вспоминаю. Это Евангелие от Иоанна 8.32. Помните, да? Если нет, то вот я процитирую сейчас. Евангелие от Иоанна 8.32. Иоанна 8.32. И познаете истину написано, и истина сделает вас свободными. Аминь. То есть через познание истины приходит свобода от всякого рода религиозного оккультизма. Также и от многобожия этого. Почему нельзя молиться ангелам и умершим святым, а только к Богу? Потому что Библия строго-настрого запрещает нас, предупреждает нас, запрещает нам молиться кому бы то ни было помимо Господа. Наше общение должно быть не с бесами, а общение с Богом должно быть. Вот так вот. Поэтому это очень важная тема. И я хочу сейчас, наверное, продолжить. Буквально через минуту подключайтесь вновь. Хорошо? Я сейчас перезапущу вот это видео, потому что у меня тоже, к сожалению, зависает здесь. Значит, да. Пусть Бог благоставит. Так, слава Богу.